Всех приветствую. Всех приветствую у нас вам канале. Сегодня у меня Galaxy 5. Сейчас мы с вами поменяем дисплей. Дисплейный модуль. Итак, довольно уже не новая модель, я бы сказал. Наверное, даже устаревшая. Тем не менее, видео я почему-то еще умудрился не снять на него. Видите, да, горит. Горят кнопки. Подсветка есть. Учитывая, что это не LCD, а амулет. Если он ломается, если матрица трескается, то трескается вместе с подсветкой. Поэтому ничего не видно. Итак, фон включается у нас. Galaxy S5 модель. Меняем. Замена дисплейного модуля. Вот так он выглядит. Очень тонкий. очень тонкий. До сих пор мы берем за замену, допустим, гнезда зарядки, да, которая стоит там 12 евро. Мы берем 35 евро. Почему? Потому что снять дисплейный модуль целым и невредимым достаточно проблематично. Тем не менее, мы это делаем. Обязательно с нему видео как-нибудь. Пока мы с вами поменяем дисплейный модуль. Здесь можно не стараться. Дисплей разбитый. Можно просто обычным способом снять. Вот. дисплейный модуль. Из чего состоит. Видите, да, полностью проклеенный. Около 130 евро стоит. Как я уже сказал. Шлейф и разъем кнопки home. Вот на это нужно будет обратить внимание, когда мы будем включать дисплейный модуль. Она у нас, кстати, застегивается вот здесь. Вот. Давайте сразу расстегнем. Откручиваем винтик. При замене дисплейного модуля откручивать. Открутить нужно только один единственный винтик. Это вот этот, по-моему. Если ничего не путаю. Отстегиваем разъем. Вот этот вот разъем. Мы сейчас отстегнули кнопки home. Снимаем батарею. Так. Так. Что еще? На что еще можно обратить внимание? Нужно обратить внимание обязательно на подсветку. Вот. Нижний модуль. Гнезда зарядки микрофона. Подсветки. Это все один модуль. Вот. Очень легко рвется подсветка. Сейчас мы снимем с вами. Я вам покажу из чего она состоит и как она рвется и почему. Итак. Убираем только в сторону. Убираем в сторону. Можно прогреть феном. Давайте я, наверное, поставлю на сепаратор, чтобы быстрее снять. Обычно сепаратор у меня вот такой вот. Поэтому у многих есть. Включаем. Вот здесь можно выставить температуру. Вот. Я выставляю 100 градусов. Вот. Больше не ставить не рекомендую. 100 вполне достаточно. Вот. Ничего не повреждается. Даже если вам нужно снять целый дисплей, то 100 градусов вполне достаточно. Вот. Дисплей абсолютно не повредится. Итак. Пока он греется, я пока, наверное, ставлю на паузу. Через 3 минуты снимаем и продолжаем снимать видео. Итак, друзья. Продолжаем снимать. Прошло ровно 2 минуты. Вот. Телефончик нагрелся достаточно. Повторюсь. 100 градусов было выставлено. Можно, в принципе, выключаем. Можно снимать. Я уже взял другой телефон на ремонт, пока он нагревался. Итак, снимаем сверху. Еще раз. Еще раз повторюсь. Вот. Если вам нужно снять дисплейный модуль в целом, то, конечно, снимаем его совсем по-другому. Не снимайте ни в коем случае вот так, как я сейчас снимаю. Толстым медиатором, шпателем. Вот. Если хотите снять дисплейный модуль в целом. Ну, если он у вас словом, как у меня, то можно и немного позверствовать. Ну, аккуратно. Потому что запросто можно повредить кое-что, что находится под дисплейным модулем. Итак. Соединяем. О, дисплей уже пошел трескаться по периметру. Так. Теперь. Внимание. Здесь вот находится разъем кнопки Home, который я на самом начале показал. Не забываем об этом. Пока не дошли до низу. Вытаскиваем кнопку Home. Хотя, по большому счету, да, на новом дисплейном модуле у нас кнопка Home идет в сборе с дисплейным. То есть, даже если повредите, ничего страшного. Ну, все-таки лучше, конечно же, снять ее целой, потому что она вам еще пригодится. Бывает, приносят данные модели с нерабочей кнопкой Home по причине того, что заливают воду вот именно вот сюда. Вот. И эту кнопочку мы запросто сможем поменять, не заказывая ее, не покупая ее нигде, не тратясь на нее. Итак. Аккуратно снимаем скотч. Сейчас я вам покажу, как он приклеен, чтобы вы имели в виду. Теперь, внимание, вот здесь вот находится у нас подсветка. Очень тонкий шлейф, поэтому давайте дополнительно нагреем феном я выставил. Так, сколько я выставил? Я выставил 300 градусов. Смотрим. Добавлю света. Надеюсь, так виднее. Нагреваем. Вот видите, сожгли матрицу. Итак, вот она подсветка. Вот он шлейф. Видно, да? Вот он. Аккуратно, вот таким вот образом, отсоединяем ее от стекла. И то же самое здесь. Видите, да? Вот я ее отсоединяю. Покажу поближе. Наша подсоединяем. Теперь аккуратно опускаем. Отпускаем. Вот у нас наш дисплейный модуль. Как я уже сказал, да? Кнопка Home. Кнопка Home. Вполне целая. Все, что нам нужно сделать, это нагреть ее феном. И аккуратно снимаем целый невредимый. Ложим в свои запчасти. Надеюсь, что в скором времени мы ею воспользуемся. Убираем. Дисплейный модуль нам уже не понадобится. Здесь снимать нечего. Разве что разъемы. Думаю, что они могут вам пригодиться в очень редком случае. Вот то, о чем я вам говорил, что рвется при съеме. Видите, да? Вот этот шлейф подсветки. Здесь у нас находится подсветка. Здесь то же самое. При снятии дисплейного модуля очень легко его повредить. Как видите, он очень тонкий. Если вы начнете снимать отсюда пластиковыми или железными инструментами, то обязательно его сорвете. Этот шлейф, эта подсветка, точнее, гнездо зарядки, микрофон. Это все у нас идет в одном модуле. И вот тот самый двусторонний скотч, которым приклеен дисплейный модуль именно посередине. Вот сюда, вот так вот, буквой П. Обязательно должны знать, когда снимаете дисплейный модуль. Что мы делаем сейчас? Сейчас мы давайте попробуем наш дисплейный модуль. Подсоединим. Подключаем к своему разъему на системной плате. Видите, да, установка довольно простая. Вставляем батарейку, включаем смартфон. Так, ну и давайте, наверное, сразу кнопку хоум засунем в отверстие. Раз проверим, мало ли. Я, конечно, сомневаюсь, что она не работает, но нам ничего не стоит ее проверить. Итак, вставляем кнопку хоум вот сюда, вот в это отверстие. Разъем, точнее, кнопки хоум. Еще не видно. С этой стороны встречаем, застегиваем. Застегнули, включаем смартфон. Ждем загрузки. Так. 20 евро у нас стоит, пока телефон загружается, я вам скажу, 20 евро у нас стоит замена, вру, 40 евро у нас стоит замена только стекла. Вот, я как раз сегодня, я вру, вчера, вчера снимал. Это снятый дисплей с точно такого же телефона. Понимаете, да? Вот, осталось мне его очистить. Это у нас УСА, так называемый, листовой клей. Осталось его очистить специальным раствором. Вот, и все. Стекло стоит порядка 20 евро. Я точно не скажу вам. И все. На листовой клей, либо на... На... Этот самый, как он... На гель, кому как удобнее, не знаю, кто как ставит. Ставим, и все готово. Итак, к сожалению, с этого мы еще взять не сможем, поэтому мы его выкидываем, как я уже сказал. Включаем, проверяем тач. Вот, тут одна марихуана у человека. Заядно марихуанщик, походу. Ну, все работает. Все работает. Можно проклеивать и менять. Это мы выкидываем. Выключаем. Хотя... Выключать не обязательно. Давайте просто отключим его с кнопки. Отстегиваем кнопку Home. С этой стороны. Отстегиваем разъем. Как вы видите, дисплейный модуль проклеены. Снимаем транспортный... Этот самый пластик. Вот он. Отсюда. То же самое. Все готово. Вот. И казалось бы, можно налепить, да? Ну, нет. Я вам советую. Я вам советую очистить поверхность. Потому что родная проклейка вот этого вот дисплейного модуля, который мы сейчас будем ставить. Она, конечно, неплохая. Я вам советую проклеить периметр еще дополнительно. Поэтому зачищаем периметр. Проклеиваем нашим скотчем 3М. Тонким полностью из периметра. И потом уже садим дисплейный модуль. Устанавливаем дисплейный модуль. Как можно лучше очистить поверхность, углы полностью. Все, чтобы не осталось никакого мусора. Здесь еще у нас, к всему, обратите внимание, угол. Угол помятый, кривой от удара вмятина, видите, да? То есть, если сильно помять, то, конечно, его лучше выпрямить. Иначе стекло просто, оно просто не влезет сюда. Или останется зазор. Ничего хуже. Очищаем. Еще раз. Вот, как-то так. Как-то так. Так, это у нас подсветка. Своё место. Так, проклеиваем нашим скотчем, которым. Мы проклеиваем все телефоны. Обычная, однослойная, одни миллиметровые полоски. Одна миллиметровая полоска. Вот, видите, да? Вот здесь у нас уже что-то, что-то, что-то попало. Вот из-за этого что-то могут быть проблемы. Запрессовываем, как следует. Это все должно быть ровно. Вот, кусок стекла, он у меня остался на пинцете. Обращайте внимание на эти мелочи. То же самое, приклеиваем как можно сильнее. Наливаем бумажки. Сверху, то же самое. Сверху, то же самое. Делать на паузе, конечно. Все это уже умеют делать, я думаю. Нет смысла все это снимать. Ну и здесь. Недостающий кусок скотча. Все, в принципе, можно лепить. Застегиваем дисплей демон. Просовываем в отверстие разъем кнопки HOME. Устанавливаем. Устанавливаем дисплей. Винтик. Закрутили. Закрутили. Ставили батарею. Итак, друзья. Это у нас была модель Galaxy S5 SMGM900F. Всем спасибо за внимание. В финале можно только вот так вот мягкой тканью прессануть, не прилагая сильного усилия, конечно же. Сами видели, насколько тонкий дисплей. По периметру, по всему. Ну и, в общем-то, все. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Всем удачи в ремонте.